Израильские ракеты летят в сторону Южного Ливана. Целью удара, как заявляет Израиль, являются позиции движения Хизбаллах. После террористической атаки Хамас 7 октября Сахал и Хизбаллах почти ежедневно обмениваются ударами. Из-за обстрелов десятки тысяч людей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома. Израиль уже не раз давал понять, что готов воевать с боевиками Хизбаллах. Несмотря на усилия союзников по сдерживанию конфликта. В начале этой недели начальник генштаба Сахал обратился к солдатам. «После того, что вы сделали в Газе, в Ливане нет ни одной деревни, в которую вы не могли бы войти и разрушить её. Мы направим вас туда, где вы будете нужны, и вы сделаете всё, что нужно». 3 января в результате ракетного удара со стороны Израиля был убит один из высокопоставленных командиров Хизбаллах. А до этого в Беруте был убит один из высокопоставленных лидеров Хамас. Эскалация, которая заставляет США нервничать. Если Израиль откроет новый фронт, вторгнувшись в Ливан или усилив авиаудары, как он это сделал в секторе Газа, растут опасения, что главный союзник Хизбаллах, Иран, будет втянут в конфликт. Иран помог движению Хизбаллах набрать десятки тысяч бойцов и увеличить её военный арсенал, в котором, по оценкам, около 150 тысяч ракет, нацеленных на Израиль. Когда начался конфликт в секторе Газа, Хизбаллах занял выжидательную позицию. «Мы, Хизбаллах, вносим свой вклад в противостояние и будем продолжать вносить его в рамках нашего видения и плана. Мы полностью готовы. И когда придёт время действовать, мы это сделаем». Израиль говорит, что хочет дать шанс дипломатии. США направили своих самых высокопоставленных дипломатов, чтобы урегулировать ситуацию. Но нерва на пределе. Неверный шаг любой из сторон может спровоцировать полномасштабную войну. Продолжение следует...